ну хорошо вот смотрите я допустим решил лежать на кровати до последнего я лежу-лежу-лежу мне говорят слушай это неправильный образ жизни тебе надо вставать а я говорю так мне уже тяжело вставать у меня уже и пролежни и все и чё вы ко мне пристали как бы слишком долго я лежала вообще на что вы жалуете сейчас моя хорошая вы мне рассказываете про свою собственную судьбу вам рассказать как вы жили прошлой жизни вы мне сейчас жалуетесь на свою собственную судьбу понимаете на свою собственную судьбу и вы говорите что-то она медленно меняется вот сколько усилий прикладывайте настолько она и меняется итак давайте сейчас тогда поговорим с вами о самом главном я вот ну понял как продиагностировал ситуацию и понял чего мы начинаем с вами первое чего вы должны начать вы должны понять что когда человек подавленном состоянии находится он должен сначала научиться наполняться это первое что он должен сделать научиться наполняться потому что подавленное состояние означает батарейки кончились вот допустим приведу вам пример допустим вы болеете вы думаете мне у меня нет нормального лечения и поэтому я болею я врач с 25-летним стажем причем я лечу не таблетками я лечу теми методами которые помогают я знаю все все эти методы я знаю точно что если у человека батарейки разряжены у него не хватает энергии природы ни один метод не будет полную силу работать а если он работает он истощается и человек вообще перестает помогать вот я допустим ношу камни меня спрашиваю какие камни у вас аликина очки камни какая разница у всех свои камни дело не в этом просто если я не буду делать пробежки не буду поститься не буду делать йогу то эти камни перестанут действовать у меня на теле через пять дней вот они перестанут мне помогать потому что батарейки которые дают здоровье мне они истощатся вот все методы лечения все травы все вот все чтобы вы не вас не используют как лечение все она питается энергией природы а энергию природы человек должен получать через аскезу вот когда человек непрерывно длительно идет по улице допустим и желает всем счастья в это время он получает те виды энергии природы которые ему нужны для жизни понимаете и надо идти достаточно долго потому что ну допустим если просто идти надо идти где-то но в среднем человеку от двух с половиной до трех часов что полностью батарейку зарядить или бежать полтора часа это будет еще глубже заряд но для того чтобы бежать полтора часа надо еще к этому прийти мне понадобилось два с половиной года чтобы научиться бегать по полтора часа и заряжать полностью всю батарейку понимаете я когда занимаюсь йогой два с половиной часа я полностью заряжаю батарейку и каждый день пощусь до обеда ничего не ем на воде сижу понимаете эти три вида деятельности они продлевают человеческую жизнь и делать человека очень сильным они заряжают психику человек вот и 33 это вида это дети не то что ты прошла чуть-чуть остановилась надо непрерывно идти не останавливаясь и поститься тоже непрерывно не то чтобы постилась поела потом 5 аскеза дает возможность человеку заряжаться получать силы теперь слушайте дальше то что сейчас вам скажу это очень сложно но это очень сильно вот смотрите если кто-то молится допустим вы звук слушайте молитвы просто слушайте звук молитвы вы молитесь как он повторяйте молитву как он в его настроении пытайтесь забыть про себя когда вы про себя забываете и помните о нем то в это время ваша память контактирует не с вашей судьбой а с чем контактирует память там и движется судьба человечества если вы контактируете с тем кто молится он в это время думает о боге значит вы тоже в это время подключаясь к нему думаете о боге и в это время вы сжигаете свою судьбу плохую но что значит сжигаете это буквально смысле слова означает что она уменьшается я вам могу приводить целую лекцию тысячу примеров из моей жизни как мои друзья и в том числе и вы все из вас многие побеждали свою судьбу с помощью молитвы один раз каждый раз в неделю когда я дома мы с моими помощниками два часа вместе молимся очень громко и включаем голос святого человека на всю катушку одна девушка она всегда участвовал в этих молитвах и очень серьезно относилась к этому в этот день она послушала просто мой настрой я настраивал людей на молитву она послушала и пошла по своим делам взяла ребенка и так подействовала и судьба что она в это время должна была ее убить то есть две машины врезались одна машина начала катиться и она шла вот рядом то есть машина как бы навалилась на них и как бы покатилась вместе с ними то есть и она и ребенок попали в эту мясорубку вот и все которые это видели они подумали что она погибла них не было сомнений но когда их вытащили из под этой машины то у нее был маленький ушиб а у ребенка вообще никаких проблем и она все время когда она шла она думала о настроенном молитву думала о боге и в этот момент когда машина полетела она говорит я была полностью защищена у меня даже не было никаких волнений по поводу того что происходит несколько раз вот так перевернулась под машиной оказалось вытащили ничего нет у меня таких примеров много очень мои хорошие очень много я точно знаю что вы просто неправильно живете поэтому вы страдаете меня нет никаких сомнений в этом и поэтому я вам рассказываю начните сначала продиагностируйте себя вы живете в будущем прошлом в настоящем вот чем вы занимаетесь в течение дня если постоянно оскорбите значит в прошлом если вы думаете о том как заработать деньги целый день значит будущем а если вы любите природу радуйтесь всем желаете всем счастья читаете духовные книги молитесь и какое-то время в течение дня выполнять свои обязанности работайте там и так далее но при этом вы ну не думайте что это именно цель вашей жизни что именно это вам поможет значит вы живете в благости если вы живете в благости ваша жизнь постепенно начнет улучшаться сначала вам самим станет легче вы по-другому увидеть этот мир сначала эти veel лет отhodки в паузу madre гостепанда че к Vernonичева сказала есть сильно удивитесь этому но не надо ничего удивляться потому что так устроен нет-ниссток не большинство людей живут неправильно но если вы на ч beginning зоно я courageous как надо вас появятся люди которые живут правильно вот здесь смотрите женщина вы что чтобы так круга юат bed valuableいう наоборот штанете почему потому что я на вижу Вижу вокруг себя только людей, которые живут правильно. Я приехал в этот город. Вы имеете свой опыт, а я имею свой. Вот я смотрю на этот город. Вот вы для меня этот город. И вижу только тех людей, которые живут правильно. Ну только вот таких и все. Больше вообще никаких не вижу. Так что зря вы так это. Но смотря кто что видит, понимаете? Понимаете? Вы видите тех, а я вижу этих. Потому что у меня другая судьба. Я вот когда не приеду, только хороших людей вижу везде. Они все Олеги, Ладеи. Только хорошие люди так могут себя вести. Плохие так не будут себя вести. Только хорошие люди могут любить других, уважать старших. Только радоваться, счастье испытывать. Только хорошие люди могут, плохие не могут. И эти люди, они будут меняться все лучше и лучше. У них жизнь будет. Потому что они выбрали такой путь. Они хотят жить правильно, хотят быть счастливыми. И первое, что человек должен, когда он хочет, он должен получать знания, как жить. Он должен разобраться во всем. Давайте будем разбираться. Вот смотрите, когда ты, допустим, человек едет на природу, приехал на природу, раздег костер, пожарил шашлыки, наелся, включил телевизор, посмотрел, умотал. Он с природой сконтактировал? Нет. Почему? Потому что он не настроился правильно. Чтобы сконтактировать с природой, нужно другое сознание. Нужно заставить себя. То есть, надо приехать и заставить себя любить природу. То есть, надо оторваться от себя. То есть, надо... И самый лучший способ, это или двигаться там на природе, просто тоске совершать, или начать мусор убирать там, заботиться о лесе. Ну, два варианта выберите. Пришли в храм. Один вариант, включитесь в службу, начните слушать песнопение там. Или начните помогать, заботиться там, служить, что-то делать. И оба варианта сработают. Вы получите силу Бога в храме. И силу природы вы получите на природе. Но если вы сидите возле телевизора, вы ничего не получите. Или, допустим, третий вариант. Вы хотите получить энергию людей? Хорошо, получайте энергию людей. Помогу приезжать, устраиваться на работу. Открыл жил в театр. Вечером субботу под домом покормил бежденных собак. Удывался прохожим на улице. Просто дали. Уступил место в метро пожилому человеку. Объяснил туристу, как дойти в Москву реку. Сходил в магазин и испарил маму от тяжелого ножа. Все потому что человек хороший. Все. Живите. Кто вам мешает? Идите, совершайте подвиг на каждом шагу. Человек может жить. Я сегодня в ведическом храме читал лекцию. И мне принесли раздавать ящик апельсин. Я говорю, давайте лучше туда, на вечернюю лекцию людям. Эти апельсины. Они сами купили, чтобы я раздал. Они говорят, да мы еще пять ящиков купим, не волнуйтесь. Раздайте эти здесь. Все потому что человек хороший. Вот это называется жизнь. Понимаете? Так мешает только его замкнутость на себе. Мешает жить. Отдайте себя другим людям. Простите близкому человеку. Понимаете? Простите, отдайте себя. Заставьте себя жить. Уметь любить, уметь прощать. И навсегда себя отдать. До конца себя отдать. Понимаете? То есть жить означает вот это. Оскорбить, печалиться, плакать. Это не жизнь. Это разрушение своей судьбы. Не разрушайте свою судьбу. К сожалению, у нас просто так построен график беседы, что я не смогу вам светить все темы. Следующий... Это, наверное, обзорный такой семинар мы сделали. В следующий раз мы будем говорить с вами о чем-то одном. А сейчас мы будем говорить обо всем понемножку. Хорошо? Итак, вот смотрите, допустим, взять деятельность человека. Часто человек не понимает, что у него ничего не получается, потому что он неправильно настроен. Вот, допустим, мужчина думает, почему я не могу себе найти нормальную работу? Ну, потому что есть три стадии развития мужчины. Первая стадия – это спящий мужчина. Мужчина, который неразбужен. Понимаете? Он не может найти себе нормальную работу, потому что он никому не нужен такой неразбуженный. Такого человека видно сразу. Вот работодатель просто две минуты поговорит, он, ну, Господи, опять геморрой пришел. Ну, иди дальше, ну, не надо нам своего хватать. Вот, понимаете? Неразбужен. Женщина скажет, а все женщины разбуженные. Но у женщин другие проблемы. Есть мужские проблемы, есть женщины. Не надо путать, не надо сравнивать. Женщина, которая упахивается, она тоже неразбужена. Она не понимает, что она женщина. Это тоже проблема большая. Об этом сейчас чуть попозже. Итак, мужчина. Вот он говорит, да я ничего-то не могу, я найди себе работу. Ну, что-то везде мало платят. Ну, хорошо, ты просто неразбужен. Как себя разбудить? Да начни просто пробежки делать. Начни всем желать счастья. Начни молиться. Начни поститься. Начни закаливаться. Просто каждый день совершай усилия над собой. И постепенно придет время, и у тебя сознание станет бодрым, счастливым, радостным. И ты уже будешь не о деньгах думать, то мне плохо платят. Ну, что я там буду работать? Просто где-нибудь работай. Потому что разум мужчины так устроен, что он развивается только в действии. Вот, допустим, раньше были машины такие, чтобы ее завести, надо было крутить спереди. Машина точно такая же, человек точно такая же, мужчина точно такая же машина. Ему надо сначала что-то делать, но не важно, что. Главное, чтобы поехало, понимаете? И поэтому мужчине, вот понимаете, если он простаивает, дома сидит, он становится ватрушкой просто. А вот этот мужчина, который стал ватрушкой, он будет потом еще хуже и хуже становиться, пока не сопьется там. И вообще, то есть это просто штопор, понимаете? То есть мужчине надо работать где угодно. Пускай там за копейки вообще не хватает деньги на жизнь. Просто работай. Когда мужчина работает, у него начинает включаться разум. Он такой просыпается, трезвее смотрит на жизнь. Он бросает вредные привычки. Он становится, читает каждую минуту. И постепенно переходит на вторую стадию развития мужчины. Она лучше уже, то есть от мужчины, который уже что-то может в жизни. Это в стадии называется работоголик. Ну то есть он упахивается просто у меня. И жене тоже. Он говорит, когда домой будешь приходить, я уже устала тебя ждать. Но жене всегда будет не нравиться. Потому что у нее тоже свои проблемы. Она должна свои проблемы решать. Ватрушка не нравится, потому что достал уже, ничего не делает. Вот. Мне приходится работать. А когда работоголик тоже не нравится, потому что дома нет. С детьми не может поговорить. А приходит, молчит, хоккей смотрит. Почему? Потому что устал, перенапряжен. Не знает, как отдыхать. И третья стадия развития мужчины – это развитый человек. Ну то есть развитый означает, что он только развиваться начал с этого времени. Он из стопора просто вышел, понимаете, и стал нормальным человеком. Мужчиной стал. Это значит, что у него на первом месте Бог. На втором месте его развитие в социуме. А на третьем семья. У развитого мужчины. А у развитой женщины на первом месте Бог, а не семья. На втором месте семья, а не работа. А на третьем месте работа. То есть надо поставить все по полкам сначала. Поймите, что если на первом месте Бог не будет, у вас даже не будет силы, мои хорошие. Просто не будет силы жить. Вот девушка говорит, у меня нет сил жить. Да потому что вы неправильно живете. Начните просто правильно жить, у вас будут силы жить. Сначала человек должен заряжать батарейки свои. Давайте вот, если вы мне не верите, давайте как бы, хотите, вот пожалуйста. Вы перегреваетесь, хоть молодой человек. Вам нужен пост на воде хотя бы до обеда. И нужны статические упражнения. Иначе психика будет очень ранимой чувствительной. Вам будет все раздражать. Вы будете терять себя, терять отношения. Из-за того, что будет эмоциональная перегруженность. Жар в теле человека излишний. Это его просто влияние времени. Это старение. Неважно, молодой или взрослый. Каждый человек должен убирать эти энергии и времени с помощью аскезы. Вы, девушка, перенапрягаете. У вас сильное напряжение внутри. Вам нужны статические упражнения и динамические упражнения. Расслабляет психику на первом ряду. Вот в очках. Расслабляет психику движение. Вам не хватает этого движения, поэтому вы сильно напряжены. Это напряжение истощает вас. Это истощение дает возможность с близкими людьми общаться очень глубоко. Зажатость возникает в результате. У вас, женщина, идет увеличение лишнего веса. То есть вам нужно движение плюс пост. Это убирает лишний вес. Три аскезы, три влияния времени плохих. И у каждого из вас, вот то, что я назвал, у каждого из вас одно из этих трех есть. Это означает, истощается батарейка. Она истощается в разных направлениях. Вы, мужчина, перегреваете на третьем ряду. У вас эмоциональный перегруз идет, поэтому, возможно, склонность к выпиванию, там, всему остальному. Почему? Потому что не выдержит психика нагрузки. Вам, у вас есть опции такие. Или выпивать, или гулять, потому что энергия любви снимает это напряжение. Или, допустим, придется смотреть какие-то фильмы, там, эти всякие, вот этого содержания. То есть вам надо, понимаете, вам надо что-то делать. Или вы поститесь и делаете статические упражнения. Можно с молитвой. И все, и вас охлаждает. Так же хорошо контакт с водой. Просто... И постоянно холодно. Мои хорошие. Это означает напряжение. Холод означает напряжение. Поймите, я сейчас не буду вам всем говорить, а мне, а мне Олег Геннадьевич. Вот. Я не буду говорить вам, просто хочу вам сказать такую вещь. Что первое, что человек должен сделать, он должен заряжать батарейку. Иначе у него функциональность в жизни снижена. Он не может нормально жить. Вот я завтра побегу, и пятнарики я свое не пробегу, потому что я недавно гриппом переболел. Я, ну, если я пробегу пятнарики, я вам доложу. Вот. Где я не скажу, потому что я заряжаться буду. Понимаете, я не могу на бегу консультацию давать. Вот. Я консультацию не даю в бане, в туалете. За едой стараюсь не давать. И во время бега. Критерий на полной батареи. А? А критерий полной батареи. Полной батареи? Критерий? Хорошо становится, мои хорошие. Хорошо. Когда вы пробежите вот на полную катушку, желая всем счастья, любя людей, природу, вам станет хорошо. Когда вы неподвижное положение, вот так, или стоите, или йогой занимаетесь, и молитесь, вам становится хорошо. Когда вы поститесь и молитесь, не думаете о ничем плохом, желаете всем счастья, вам становится хорошо. Человек, когда делает эти три типа аскез, он просто приходит в себя. Ему становится хорошо, он снимает все напряжение. Почему люди вокруг святых мест ходят, паломничество, идут, идут, идут долго? Потому что это продлевает жизнь. Это снимает напряжение. Почему люди в воде стоят долго? Почему они возле деревьев там стоят? Почему они постятся ради Бога? Потому что это продлевает жизнь. Как человек должен жить? Это первое, что надо начать делать, мои хорошие. Если вы этого не будете делать, у вас не будет сил жить. Вот смотрите, я, допустим, 15 километров пробежал, мне это хватает на 6 дней. Можно потом выходите просто на улицу и природа в вас входит, потому что вы потенциал этот аскезы взяли. Вы ходите на улицу, кто из вас знает, кто из вас бегал, кто знает. После пробежки так хорошо на свежем воздухе, так свежо, хорошо. Он говорит, господи, какая красота. А раньше не видел. Природа входит в это время человек. Человек чувствует счастье, всех любит, всем желает счастья. Или человек попастился, он, господи, какая красота. Как все хорошо, как мне все нравится. Кто из вас попастился, те знают, о чем я говорю. Или, допустим, вы в воде побыли долго, в воде, но с молитвой. Не то, что там вы там набухались, там купаться. Нет, я говорю про чистый образ жизни, с молитвой в воде. Как я, допустим, зашел в воду, стою с закрытыми глазами, вот так смотрю на солнце, желаю всем счастья. И люди вокруг купаются, было просто на пляже. И они не могут уже купаться, они все на меня смотрят. Смотри, сектант молится, сектант молится. И он молится, сектант. Почему они так? Потому что привлекает, понимаете, внимание. Когда человек заряжается, батарейки заряжают, это очень привлекательно. И так как они, как бы, они не знают, как это оценить. Вот у них свое представление о жизни, они там, что-то кудахтают, понимаете. Но ничего страшного, нормально. Это их возможности понять. Я не обижаюсь на них, потому что они вот настолько могут меня понять. А я их могу больше понять. В это время, когда они кудахтают, я вижу их судьбу, жизнь. Почему они кудахтают, вижу. Еще из этого получится. А про крещение? М? Про крещение, что вы можете сказать? Супер. Мне некоторые говорят, что... Вредно, да? Что бред. Что бред? Ну, про крещение, знаете, что... Мы же это смыслом поментировал. А? Что крещение, это еще не означает, что там смыл все грехи и так далее. Вот вы что можете сказать? Я могу сказать, что когда человек смывает свои грехи, это не значит, что он смыл все грехи. Но это очень хорошо, когда он это делает. Мои хорошие, не слушайте бубнил. Не слушайте ни одного бубнил. Вот видите, б... Не слушайте его. Он оскверняет вас, теряет веру. Крещение, это очень хорошо. Идите и креститесь. Даже если вы не православный, все равно идите и креститесь. Это помогает. У меня все друзья, когда крещение, все купаются вместе. Там молитва идет. Супер. Это хорошо. Надо любить, когда люди верят в Бога. Это супер. Это надо любить всегда. Не надо бояться этого. У меня есть в Казани мусульмане знакомые. И они меня приводят на мусульманскую службу. У меня в одно ухо переводят с татарского, а с другого с арабского. Я сижу, слушаю. Мне очень интересно все. Но я не мусульманин. Но мне нравится. У меня есть православные друзья, которые мне рассказывают про Господа. И я слушаю. Мне это очень нравится. И так далее. Понимаете? Жизнь прекрасна в этом мире. Если ты все любишь вокруг. Все священное, возвышенное любишь. А бубнила, когда бубнила встает. Да это не значит. Да иди ты отсюда. Иди бубни куда-нибудь в другое место. Так, первое запомнили, да? Мужчина. Три стадии. Вот ты, допустим, нигде не устраиваешься. Ты посмотри на свою жизнь. Вставать рано не можешь, вредные привычки у тебя. Жена говорит, господи, да не могу я с тобой жить. Хорошо, значит ты на первой стадии. Развивайся как личность. Не найдешь ты себе нормальную работу, просто найди любую. И тогда ты сможешь быть нормальным человеком. Просто найди любую работу. Тебе надо найти работу любую. Понимаете, это очень важно понять. Иначе ты никуда не сдвинешься. Это первая стадия развития мужчины, личности. Вторая стадия. Ты чувствуешь, ты уже нашел работу. Ты нашел работу, все классно, но ты не можешь отдыхать. Ты упахиваешься, у тебя нет отношений ни с женой, ни с детьми. Что-то все плохо, все тяжело. Ты находишься на второй стадии развития. Ничего страшного, все хорошо. Просто тебе сейчас нужно сделать одну вещь для себя. Просто начни учиться отдыхать. Начни заряжать свои батарейки. Ты истощен, ты замучен. Начни заряжать свои батарейки. Отвлекись от работы. Говоришь, мне некогда, мне надо повышение, там подложные деньги, там, то да, все. Ты скоро просто надломаешься. Ты находишься в пяти стадиях существования. Первая стадия. Птица счастья завтрашнего дня, все будет хорошо. Вторая стадия. Усталость. Третья надлом. Четвертая стадия. Человек теряет себя. И пятая. Он начинает все сначала. На какой ты стадии? На супер-пупер? На усталости? На надломе? Где ты находишься? Просто пойми, что тебе надо поменять мышление. Работа тебе не поможет. Человек должен ставить выше всего этот труд души своей, работу над собой. А работа тоже хорошо. Но ты работай на тех батарейках, которые ты заслужил во время работы над собой. Вот сколько накопил, столько у тебя будет сил. Не надо себя вымучивать. Если ты перенапрягаешься, значит, ты будешь потом это перенапряжение на жене скажется, на детях. И третья стадия развития мужчины. Мужчина баланс входит. У него каждый день правильный режим дня, молитва. Он уже в это время избавляется от вредных привычек. Он знает, что он сколько чего заслужил, там и работает. Для него главная ценность – это правильное отношение с людьми. Он пытается научиться больше любить труд, а не деньги. Отвлекается от денег. Пытается понимать формулу, что чем больше я люблю свое дело, людей там, и чем больше я для Бога работаю, тем больше у меня развития. Уважает учиться принимать сначала начальство старших, а потом уважать, несмотря на все их недостатки. Это им помогает развиваться социально. И когда уже мужчина на третью эту стадию вышел, развитие, вот тогда я ему рассказываю дальше, что делать в деятельности. Первое – есть четыре стадии развития человека, который уже стал человеком. До этой стадии он еще не человек, он приближается к этому. Итак, мужчина, который может сбалансированно жить, это значит, он ведет разумный образ жизни, разумное существование. И у него есть четыре стадии развития. Первая стадия – он растормаживается, думает, блин, да я хочу делать то, что мне нравится. Замечательно, делай. Но первая стадия называется хобби. Это значит, что ты будешь делать, и это не будет никому надо. Ну, то есть никому не будет надо. Почему? Потому что ты не видишь людей, ты видишь только, что тебе нравится. А то, что тебе нравится, другим точно не нравится. Потому что это твое, а не чужое. Научись видеть других. У меня, когда ребята учатся, когда у меня методикам, когда они растормаживаются, они говорят, ты, Олег Геннадьевич, я научился подбирать камни. Я чувствую, что я подобрал камень. И я знаю точно, кому он подобрал этот камень. Себе, правильно. Точно. Себе. Ему точно подходит на все сто процентов. Но этому человеку, которому он подбирал, он его даже не видит. Вот эта первая стадия называется хобби. Человек картину нарисовал, продает, она никому не нужна. Он говорит, да она же красивая, смотрите. Все видят, что некрасивая. Потому что он себе нарисовал. Человек готовит пищу и говорит, кушайте, все кушают. Почему? Потому что он себе приготовил, он наполнил ее эгоизмом. Я приехал на курсы по Эрведе, один доктор, он все лекции про то, что огурцы вредны для здоровья. Я посмотрел, ему огурцы не подходят. Первая стадия. Думаю, дальше слушать не буду, что там слушать. Человек не развит просто. То есть он, вот первая стадия врача, это тот, кто вот мне помогло, значит всем будет помогать. И он этим всех лечит, вот что ему помогло. Это не развитый человек просто. Первая стадия называется хобби. Денег не будет. Почему? Потому что ты пошел развиваться. Тебе интересно работать уже, супер. До этой стадии, пока мужчина не развит, на стадии ватрушки вообще, Бог еще не придумал работу, которая мне нравится. Замечательно, развивайся. Вот. Вторая стадия. Упахиваешься. Развивайся хорошо. Нет проблем. Но когда ты разовьешься, ты выйдешь на состояние энтузиазма. Тебе захочется что-то делать, захочется жить. Ты будешь радоваться жизни и выйдешь на первую стадию предназначения человека. Первая стадия раскрытия предназначения человека называется хобби. Это значит, что будет классно, интересно, а денег нет. Замечательно. Потерпи чуть-чуть. Придет время, и тебе надоест так жить. Ты скажешь, что-то Олег Геннадьевич, наверное, говорит неправильно. Трудиться надо не там, где нравится, а там, где есть деньги. И выйдете таким образом на вторую стадию и будете думать, ну что же я могу делать так, чтобы получалось. Чтобы деньги были, чтобы не платили нормальные деньги. И человек находит такое место себе и чувствует, вот здесь у него получается. И он выходит на вторую стадию, которая называется способности человека. Это стадия развития человека в деятельности. Способности. Что значит? Человек работает, у него хорошая зарплата, все получается. Но он там устает, и ему там не нравится. Вот две проблемы всего. Сначала ему по барабану, потому что деньги есть, слава Богу. Он там квартиру зарабатывает, ему некогда вообще об этом думать. Но потом думает, так что, всю жизнь, что ли, я буду работать, где мне не нравится? И он думает, а как же найти, где мне нравится? И у него приходит замечательное решение, суперское решение. Спросить Олега Геннадьевича. Он же знает мою природу. И все, вот он мне сказал, и я буду работать там, где он сказал, и все, и все будет классно. И он меня спрашивает, то есть поднимает руку, и я вам расскажу реальную историю. Говорит, Олег Геннадьевич, где мне работать? Я говорю, работать там-то там, до какого вашего предназначения? Я специально с ним немножко так подыграл ему. На следующей лекции я говорю, вы поменяли работу? А он меня сильно спрашивал, он говорит, скажите мое предназначение. Я говорю, вам рано об этом знать. Нет, скажите. Я говорю, хорошо, вот такое у вас предназначение. Предназначение. На следующий день я говорю, вы поменяли работу? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, а вдруг вы ошиблись? А мне работу терять? Поэтому не спрашивайте. Предназначение человек может понять только своим сердцем. Так же, как будущую свою жену или мужа, только своим сердцем. Нечего спрашивать. Так же свою веру. А какая у меня вера, Олег Геннадьевич? Не спрашивайте, только своим сердцем. А в какой стране мне жить? Не спрашивайте, только своим сердцем. Я говорю, ну, поедите туда. Ой, да, не получится. Поехали туда. Олег Геннадьевич мне сказал, то он виноват. Так человек мучается, мучается. И куда бы он ни устроился, все одно и то же. Он работает. У него нормальная зарплата. Но ему это не нравится. Почему? Потому что он, для того, чтобы попасть в зону своего предназначения, должен понять, что эта зона находится в сфере разума, а не в сфере ума. Когда способность человека находится в уме. А ум это такая структура, которая всегда в нужде живет. Ум говорит, дайте денег, дайте денег, дайте счастья, дайте любви. Он всегда дай, 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 дай. Ум так настроен. А разум, он настроен отдавать. Если человек из состояния дай, дай, переходит в состояние отдавать. Я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя, жизнь. То есть он, мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. То есть человек начал отдавать, он хочет отдавать. В этом заключается жизнь. Он понимает, что в этом заключается жизнь. И тогда он переходит на третью стадию развития. Он просто начинает делать то, что ему, ну как бы, по сути, что людям помогает. Он думает, ну я должен людям пользу приносить. Не важно, сколько денег платит. У меня был выбор, когда я был студентом, все время на лекции сидеть или людям помогать. Я шел людям помогать всегда. Из-за этого меня чуть не выгнали из института. Но так как я уже научился людям помогать, я в это время лечил уже сына проектора института по учебной части. Когда декан ему подал документы на меня, тот смотрит, мой лечащий врач не подписал. Я был в это время на четвертом курсе. Я уже все, мне хотелось просто отдавать, лечить людей. Я вообще не хотел, вообще забывал про себя, про свою жизнь. И люди говорили, давай теперь ко мне. Я в палату захожу какую-нибудь, кому помочь? Они уже знают, что есть такое. Ну все там меня считали в институте. Космонавт есть такой вот он. Ходит всем, помогает. Ну помоги мне. Все улыбаются. Я там только начинаю массировать. Еще он говорит, о, мне правда легче стало. Я говорю, то следую. Я хотел всем помогать. Вот. И, кажется, это и есть правильный путь. Я не знал тогда, что правильно, что неправильно. Просто делал то, что мне сердце подсказывало. И каждый человек должен встать на этот путь. Он должен сначала просто, по моему приятелю, устроиться на работу там и так далее. Понимаете? То есть, это и есть правильный путь. Надо войти в это состояние. Человек, когда входит в это состояние, он приходит к своим предназначениям. У человека есть всего четыре предназначения. Четыре варианта. Состояние разума. Четыре состояния разума. И эти состояния разума копятся у человека много жизней. То есть, у него все соткано для этого. Понимаете? Для такой вида деятельности. И надо понять, что вот эти четыре предназначения, они значат четыре специальности. Допустим, врач может быть первой категорией, второй, третьей, четвертой по состоянию разума. И все это будут разные врачи. Вы понимаете, о чем я говорю? Я сейчас не говорю о видах деятельности. Я говорю о способе действовать. Это называется предназначение человека. Итак, первая категория людей. Это значит, что способ действовать, это давать людям знания. Это может быть консультант или идеолог на производстве. Или это может быть юрист, или это может быть священник, или врач. Или это может быть даже тот, кто программы компьютерные пишет. Но не важно, важен результат. То есть, он дает людям знания. Он через это развивается сам и развивает других людей, зарабатывает деньги на себе, на жизнь. Понимаете? И чтобы человек по этой природе работал по-настоящему, он должен быть развитым. Потому что главное для этого человека, это заботиться о людях. Люди первой категории, вот этой, у них есть определенные природные недостатки. Они гордятся своими знаниями, это их недостаток. Они стремятся к карьеризму, то есть кандидат наук, доктор наук, академик и так далее. Член КОР. Ну то есть, понимаете, они стремятся, это их природный недостаток. Гордость своим познаниями. Когда человек в первой категории гордится своим познаниями, он становится отшибленным. Он никому не нужен. Хотя он может занимать высокое положение, иметь деньги, но счастья у него не будет. Потому что человек в первой категории должен давать людям возможность получить знания, менять людей с помощью знаний. В этом его долг перед Богом. И допустим, есть врач, допустим, в первой категории он просто любит лечить людей. Первая категория, ну то есть четвертая категория, любит лечить людей. Третья категория, он продает лекарства и помогает с помощью этого людям. Тоже нужно, чтобы лекарства кто-то продавал. Вот. Третья категория – это начальник больницы, главврач. И первая категория – это врач, который дает людям знания о том, как жить в здоровой жизни. Понимаете, все это разные категории людей. Итак, как вот ребенок рождается в первой категории? Маленький ребенок, он уже вот такой никогда не поменяется в жизни. Природа человека не меняется за всю жизнь. И смешанных природ тоже не бывает. Вот, допустим, человек в первой категории, он рождается, он как выглядит? Маленький ребенок. У него очень мудрый, спокойный взгляд. Он смотрит на вас невозмутимо, очень глубоко, мудро такой. Он говорит, о, мудрец родился. Это первая категория – дети. Они обычно наблюдатели. Они в играх сильно не вовлекаются, не участвуют, они за всем смотрят, наблюдают, что происходит. Изучают этот мир. Если они вовлекаются в игру, они всегда пытаются консультировать, как надо делать. Допустим, я когда играл в футбол, я всегда видел, что вот здесь неправильная схема там и так далее. То есть, для меня важно было знание, как правильно играть. Понимаете? То есть, у каждого в футболе своя цель. У меня была такая цель. Не мяч забить, а понять, как правильно играть, чтобы была правильная структура. Я как тренер пытался играть. Дети первой категории, они по природе аскетичны. То есть, они не склонны к деньгам, там у них большого интереса нет. У них есть интерес к познаниям. Они любят изучать. Знайкин. Знайкин такой в очках, такой все читает, изучает. У него на все есть свое мнение. У него он сильно любит спрашивать, задавать вопросы и слушать. И потом делать выводы. Он любознательный этот человек очень. Он все изучает, читает, пытается понять. Он также пытается понять, как устроена жизнь. То есть, изучает ее. Дает знание, получает знание. Такой человек, как это первая категория, считает, что знание спасет мир. Он считает, что люди будут счастливы, если будут иметь знание. Он в это сильно верит. Неразвитый человек этой категории может действовать как угодно. Он может быть и как бизнесмен, и как руководитель действовать, и просто как тот человек, который любит свою работу. Но это значит, что он будет действовать на уровне способностей, и не на уровне своей природы. Но когда он выходит на уровень своей природы, он будет делать так, действовать через передачу людям знаний. Например, он в руководстве находится, но он будет чем заниматься? Он будет обучать, тренинги устраивать для руководства, вдохновлять подчиненных работать, объяснять им, как эффективнее трудиться. Понимаете? То есть у него будет такая деятельность, первая категория. Может быть, учителем такой человек, и так далее. Много-много специальностей. Везде есть его место, этому человеку. Вторая категория людей. Маленький ребенок рождается... Второй категории рождается... Исполненные чувства, собственно, достоинства. Он смотрит, вот маленький ребенок, вы смотрите ему в глаза, он такой, смотрит на вас. Кто такой? Откуда взялся? Чего хочешь? В чем дело? Правильно, неправильно? Сейчас разберемся. Да? Поднимите руку, у кого такой взгляд был у ребенка? Все, вот это второй категории. У кого первая категория? Мудрец такой родился. Замечательно. Обычно у людей второй категории, рождаются второй категории дети. Вот, допустим, вы второй категории, вы управляющий по природе. Вы тоже, вот женщина с мужем, тоже у вас такая категория, управляющая вашей природой. Значит, скорее всего, ребенок тоже такой родился, как бы, и будет. Тоже, как бы, серьезный такой человек родился. Ну, это тоже такой же категория, с полным чувством, собственно, достоинства, такой, как бы, важный человек. Значит, он старший для людей, родился старший для людей. То есть, он должен быть правителем, должен руководить всеми. И эти люди, вот, допустим, если первая категория люди любят скромно одеваться, они, как бы, для них главная истина. Не важно, там, какое положение в обществе занимают. То людей второй категории, им очень важно иметь высокое положение в социуме, потому что их цель – это социум. Если в первой категории людей цель – это человек, то есть, он человеку дает знания, то второй категории люди считают, что правильное устройство мира спасет жизнь людей. Люди будут счастливы, если правильное управление будет. Они так считают, они за это болеют душой. Понимаете, это вторая категория людей. И у них на это есть природные качества. Такой человек обладает силой власти второй категории. Если в первой категории он силой знания обладает, то второй – силой власти. Второй категории по природе человек храбрый, он говорит правду, говорит, я с вами все равно не согласна. Вы так считаете? Я всегда так буду считать. Это сила власти, то есть, у него есть свое мнение. У человека второй категории. Он одевается статусно, с соответствием статусом. То есть, одежда его, она имеет важное значение в его жизни. Он не пренебрегает одеждой. Он понимает, что люди должны его воспринимать правильно. Но очень внимательно следит людей, всегда оценивает, что это за человек. Люди второй категории очень сильно разбираются в людях с точки зрения их принадлежности к деятельности. Он смотрит, что это за человек. Вот люди второй категории, когда приходят на лекцию, они смотрят на меня и думают, так, лектор, не лектор, лектор, не лектор, ага, лектор, слушаем, не лектор, уходим. То есть, они врубаются сразу в человека. Потому что им надо работу людей брать, им надо разбираться в людях, иначе они прогорают в своей деятельности. Люди второй категории храбры по природе. Они могут отстаивать свое, сражаться. Женщины и мужчины имеют храбрость второй категории. Это их природа. Они с рождения такими уже, детьми родились такими. Вот. Люди второй категории уважают старших от природы. И покровительствуют младшим. И они способны дружить, сильно дружить с равными. То есть, если они не будут дружить, у них не будет власти. Какие недостатки людей второй категории? Недостатки такие. Гордость своей властью, гневливость, жестокость. Недостатки. Опасный недостаток злоупотребления властью, когда человек берет больше, чем положено. И в результате теряет уважение людей к себе. Потому что власть поддерживается только через уважение. То есть, когда человек уважают, он способен быть властным. Перестали уважать, теряет власть. Такой человек должен всегда жить правильно в социуме. Второй категории и первой категории. Никогда не заниматься негреховной деятельностью. Иначе он теряет силу быть в своей категории. Люди второй категории понимают, что такое старший, кто такой старший. Они умеют быть старшими. Они знают, что такое наказание. Большинство людей не знают, что такое наказание. Не понимают, зачем вообще кого-то наказывать. Люди этой категории знают, что насилие может быть благом для человека, а не грехом. Не вредом. Не вред. Люди этой категории понимают, как они ориентируются в законах страны природно. Понимают схемы отношений разных. Политика для них это не что-то мерзкое. Это способ достижения цели. То есть они знают, как правильно, с кем разговаривать. Выбирают способ отношения, беседы. Запомнили их качество природное этих людей? Второй категории. Если у человека нет этих качеств, он решил руководить людьми, но наказывать не может. Человек подходит ко мне. Олег Геннадьевич, вы знаете, я наказывать людей не могу, но я управляющий. Я говорю, перестаньте быть управляющим. Говорит, почему? Говорит, потому что это не ваша природа. Вы должны любить, наказывать, уметь наказывать людей. Не любить, а уметь наказывать людей. А что, по-другому никак не решишь вопрос? Нет, не решишь. Иногда надо людей наказывать. Третья категория. Ребенок рождается, смотрит на родителей. Смотрите, на мой взгляд. И он такой. Давайте, дружи. И все такие, ой, родился какой, хорошенький. И он и с этим дружит, и с тем дружит. И всех он любит. И со всеми находит общий язык. Третья категория. Бизнесмен. Означает, что человек обладает природной способностью к общению, построению отношений. Он везде как бы способен все. И как-то незаметно у него появляются деньги из всего этого. Никто не знает, как произошло. Он, допустим, меняет марки всем, дает самые лучшие марки. Говорит, ты хочешь эту марку? Давай, возьми. А мне вот это нравится. Давай мне эту. Потому что, ладно, я уже взял, надо давать. И он из самой лучшей марки все у него. А ты не знал об этом. Что есть какие-то категории марок. И он все это по категориям все сложил. Показал, вот смотрите, альбом меняю на велосипед. Люди второй категории, третьей категории, природно, очень общительные. Способны видеть, кто обманывает, кто нет. Способны дружить. Они способны извлекать прибыль незаметно из всего. И это не является для них грехом. Эти люди, если люди первой категории людям дают знания, второй категории, они дают людям защиту. То есть, они работу людям дают. Дают возможность мирно жить в социуме, без войны. Защиту дают. Второй категории люди. Даже милиционер это второй категории человек. Есть разного развития люди, поэтому они занимают разное положение в обществе. Человек, допустим, в структурах власти и работы, он второй категории. Он может быть милиционером или просто солдатом, но если это его природа, воевать, значит, он второй категории. Просто не развит. Может стать генералом потом, когда разовьется. Или просто управляющим завода. Третья категория человек, он хочет, чтобы все процветали. Его цель, это наполнить богатством этот мир. Это его обязанность перед Богом. И поэтому Бог ему дает деньги, для того, чтобы он эти деньги вкладывал в детские сады, в школы, в нищих, безработных, в образование людей, в социум. Во все социальные сферы должны люди третьей категории вкладывать деньги. Люди второй категории должны установить власть правильную, управление правильным всем. А первая категория дает знание, как это делать правильно. Без знания тоже ничего не сделаешь. Итак, люди третьей категории имеют природные недостатки, жадность, склонность обманывать, разводить народ. Продаю апельсины в кучке, в кучке три штучки. Знаете, классику советского кино. Вот это люди третьей категории, в кучке три штучки. Их характер там показан неправильный, то есть обманывать, разводить народ там и так далее. Общительность, со всем может договориться. Хитроватый такой, радостный, хитроватый такой взгляд. Ну что, покупаешь апельсины? Вот. Но при этом они щедрые по природе, они могут подарить легко, могут накормить. Они гостеприимные, щедрые по природе эти люди. Второй категории люди тоже гостеприимные, но они любят статусно все это делать. Всех подряд приглашать не будут гости. Люди второй, третьей категории также способны управлять людьми. Но они не дают людям постоянную работу, они дают людям возможность зарабатывать. У них временно создается просто артель какая-то, то есть люди заработали, разошлись. Между ними нет трудовых каких-то соглашений, кроме зарплаты. Поздельная такая, то есть отношение, временное отношение. У них нет структуры, они не струтурируют людей, не создают социум, не создают рабочие места. Они просто временно зарабатывают, разбегаются. Люди третьей категории, так трудятся. Или они подчиняются тем, кто создает социум, и у них подчиняются. Работают на постоянном. Люди четвертой категории, люди по природе, очень увлеченные. Ребенок такой рождается, и он, у него такой взгляд. Ему что-то нравится, а чего он еще не понял, что это делает. И когда он видит конструктор, начинает там мастерить сразу, ему нравится. Ему главное, чтобы дали что-то мастерить, что-то делать, и он счастливо трудится. Человеку третьей категории, ребенку, ему нужно общение, если не с кем общаться, он орет. Ребенку второй категории, нужно управлять. Ему надо командовать кем-то, всегда. Это он когда с мамой, мама командует, с папой, с папой командует. Ну все равно, главное, чтобы дали кем-то команду. А первой категории, ему нужен процесс познания. Или кто-то должен ему что-то рассказывать, сказки там какие-нибудь. Или он сам рассказывает. Мама мне рассказывала все время стихи, я наизусть их учил. И когда не рассказывала, я начинала орать. Потом опять рассказывала, я слушаю, учу. И потом, когда мы на остановке стояли, нечего было делать, час, автобуса нет. Она меня поставила, там телега какая-то была старая. Она поставила меня на эту телегу. И я начал рассказывать стихи. Мне было три с половиной года. Первая лекция. Начал рассказывать стихи, рассказываю. Она удивлялась, ничего себе, она так рассказывает активно. И люди собрались, слушают. Окружили меня, слушают. Бесплатная лекция была первая. Дядя Степа Великановна. И так далее. Человек четвертой категории, он от природы послушный. Он способен слушаться, но он мастер. Он винтик и шпунтик. И знайка. Есть винтик и шпунтик. Да? И так далее. То есть, они как бы каждой своей категории. Вот это четвертая категория человек. Вот хороший врач. Это четвертая категория. Хороший музыкант, это четвертая категория. Хороший художник, это четвертая категория. А если человек хочет социум рисовать и отношения в социуме, значит, тогда он второй категории. А если он рисует богатства всякие, там, явства, значит, он третья категория. А если он характера людей рисует, их глубину, отношения, значит, он первой категории. А если он просто любит все подряд рисовать, значит, четвертый. Просто любит рисовать. Ему и то нравится, и это. Природные качества таких людей это трудолюбие, послушание, чистота, честность, простота, доброжелательность, открытость ко всем. Это люди природные качества, природные недостатки четвертой категории людей. Непослушание, лень и бунт, бунтарское настроение, природные недостатки. Недоразвит. Недоразвит из людей второй, третьей категории, жадность, обман. Недоразвит из людей второй категории, гневливость, злоупотребление властью, жестокость. Недоразвит из людей первой категории, гордость своими познаниями, тщеславие и безразличие к людям, холод в отношении к ним. И когда человек развился еще больше, он становится наставником для всех. И первой категории, второй, третий, четвертый, он становится выше всех категорий такого человека. Он становится мудрецом, он дает людям знания просто. По своей специальности, потому что он может. Правитель становится, развивает, растит правителей, ученые ученых, бизнесмен, бизнесмен. Как Стив Джобсон, он начал потом просто людям давать знания, читать лекции, рассказывать, как правильно развиваться в бизнесе. Следует знать, что даже если ты действуешь по своей природе, находишься вот в этой своей категории, ты не получишь все равно от этого полного счастья. Потому что деятельность, направленная на поддержание себя, не является сутью всей человеческой жизни. Хоть природа человека раскрывает перед ним также возможность служить Богу, именно ради этого и человек должен жить. Вот допустим, если я просто тружусь по своей природе, но у меня нет деятельности для Бога, направленной на Бога, я не буду чувствовать колоссального, глубокого, полного удовлетворения в жизни. Потому что у меня нет контакта с самой глубиной. Глубина человека, глубина человека, это божественная. Мы все божественные по природе, понимаете? Мы должны понять это. Если мы это не понимаем, тогда в этом случае, даже если ты действуешь по своей природе, у тебя все хорошо в жизни, но все равно ты не будешь счастлив, потому что у тебя нет понимания глубины. Ну, например, вот так вот, как это понимание может выражаться в песне. Должно быть направлено туда, на чистоту человеческую, на красоту. Настоящее отношение между мужем и женщиной, а это отношение чистоты. Если ты служишь своему мужу всю жизнь, и он когда-нибудь станет благодарным, значит, ты судьбу свою начала преодолевать. Вот ты слушаешь, он неблагодарный, значит, судьба продолжает действовать. Но если ты служишь, и он стал благодарным, значит, судьба отступает от тебя. Когда он станет благодарным, ты увидишь его душу в этот момент, чистоту в нем увидишь. И поймешь, что я хочу жить с этим человеком. Не то, что тебе наслаждение от него будет, кайф, не кайф. Вот когда он будет тебе благодарным, и ты увидишь в нем чистоту, через его благодарность, тогда ты захочешь с ним жить. Понимаете? И благодарность – это энергия души. Ты через это видишь в нем чистоту, глубину. Понимаете? Первая стадия любви – это принятие. Вторая стадия – уважение. Во время уважения уже благодарность идет. А на третьей стадии приходит искренность. Люди уже все сердце свое друг к другу способны открывать. Вот вы, допустим, живете друг с другом, вы можете сердце друг к другу открыть? Ноги – нет. Вы не можете всю правду близкому человеку сказать, вы боитесь, что он вас не поймет. Вы его потеряете. Почему? Потому что нет никакой близости. Близость начинается с благодарности. Если вы в постели вместе лежите, вам кайф друг с другом жить хорошо, приятно. Никакой близости в этом нет. Это просто вы наслаждаетесь друг к другу. И любви тоже в этом нет. Это влюбленность. Любовь начинается с благодарности, с чистоты в отношениях в сердце. Понимаете? И чтобы развить это чувство, надо много-много чего сделать. Видите, возвращаемся к теме отношений. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, мы жили как все, нормально вроде жили. И все у нас хорошо. Он взял меня и бросил. Ну, почему он меня бросил? Мы у нас дети, двое детей. Ну, чего ему не хватило в жизни? Почему он меня бросил? Я говорю, потому что поймите, что от того, что вы просто вместе жили, воспитывали детей, жили ради своих детей, ради того, чтобы все было хорошо. Поймите, в этой жизни, в такой, совесть не открывается. Совесть не открывается. Поэтому человек не может понять, что бросать жену не надо. Он живет ради своего удовольствия, человек, в этой жизни. Если удовольствие появляется в другом месте больше, чем здесь, вместе все взято. И жена, и дети. Когда человек влюбляется, то удовольствие сильнее, чем все вместе взято. Жена, дети, дом, родственники. Он влюбился, у него там больше удовольствия. Он меняет это на то. Вот и все. Потому что у него еще нет совести. Потому что есть три стадии жизни. Первая стадия невежественная жизнь. Деремся, доказываем свое, бухаем, гуляем. Вторая стадия. Упахиваемся, берем ипотеку. Живем ради детей. Живем как все. И так далее. Означает, нет совести. Означает, скоро устанем и разойдемся. Поэтому люди часто на этой стадии даже и ниже не расписываются. Они знают, что все равно расходится. Поэтому не расписываются. Третья стадия развития личности. Это когда человек понимает, что так жить нельзя. Это не поможет. Нужно жить по совести. Это означает, первое, что я буду делать. Я приму близкого человека. Чтобы принять, не нужны силы. Где взять силы? На природе. Хорошо. Буду двигаться, как мне сказали. Буду закаливаться. Буду в проруби купаться с молитвой. Как мы называем это, крещением или еще как-то. Не имеет значения. Имеет значение, что это очень сильно помогает. Это дает человеку контакт с природой. И природа наполняет его духовной силой. Вот и осталось просто поверить. Самое малость, понимаете. Вот поверь в природу. Поверь в людей. Поверь в Бога. И ты наполнишься. Тебе станет хорошо. Ты увидишь этот лес. Эту красоту. Этого мира. Ты увидишь солнце. Увидишь все как бы вокруг. То, что люди не видят обычно. Все это увидишь ты, потому что ты почувствуешь, что такое настоящая жизнь. Она соткана только из веры. Вот тебе Бог дал человека. Ты не знаешь, что он очень чист внутри. Хоть снаружи проявляет себя плохо. Потому что он сам себя изнутри не знает. Не знает свою чистоту этот человек. А ты узнай у него эту чистоту. Вот кто из вас хочет бросать близкого человека под Нимитилом? Как его зовут? А? Он очень искренний человек. Вы знаете бы это? А как такого искреннего человека можно бросить? Он когда вас встретил, он так сильно хотел, вас добивался. Он так сильно, правда ведь? Искренне так старался ради вас. Такой он так проявлял себя очень. Вот так вот. Вот сильно очень хотел для вас много чего сделать в жизни. Правда ведь? И как вы его будете бросать? Сейчас уже шесть лет. Шесть лет? Вы просто не знаете его как душу. Вы его не знаете. Вы его забыли. Потому что когда люди оскорбляют друг друга, они теряют знания о чистоте друг друга. Вот вы очень добрый человек и мудрый. А он очень искренний и чистый внутри. Он может честно любить. Честно любить может. Понимаете? Но сейчас он как бы потерялся, разочаровался. У него такая природа вот искренняя, чистая внутри, честная. Но он потерялся сейчас. И вы тоже добрые, но перестали быть добрые. Потому что вы неправильно жили. Вы оскорбляли друг друга. Просто перестали. И вы не видите друг друга. Понимаете? Не видите. И поэтому вы бросаете друг друга. Я поэтому и говорю, если вы хотите настоящей любви, бескорыстно что-то сделайте для близкого человека. Начните. Сделайте шаг в его сторону. Он вам задолбал своей искренностью. Он уже настаивает на своем. Что-то от вас требует. Как бы. Он замучил вас. Вы примите его таким. Сделайте шаг в его сторону. И он расслабится сразу. Ему станет легче. И он успокоится. И вы будете благодарны ему. Это первая будет капля любви. Для того, чтобы жить вместе, надо быть сильными. Сильными. Понимаете? И учитесь быть сильными. Учитесь видеть то, что... Один ученик подошел к священию и говорит, как мне навсегда остаться своей дочь с женой? Он ему сказал, ты помнишь, какой она была в момент встречи? Я говорю, что ты уже забыл. Сейчас вспоминай. Да, вот я сейчас вспомню. Она вот такая была. Я вспомнил ее глаза, как она была вот такой. Всю жизнь думая о ней только так. Она не является другим человеком. В момент встречи ты увидел ее как душу. Вот всегда к ней так и относись. И это будет правда. Вот это и есть такой человек. И ты, когда к нему так будешь всю жизнь относиться, ты никогда его не бросишь. Спасибо вам, что вы услышали меня. Что касается деятельности, то здесь свой вызов. Понимаете? Есть близкие отношения, в которых нужно просто вот эту любовь понять и развить. А есть отношения долга. В деятельности это отношение долга, и здесь своя тема для женщин. Потому что женщины должны знать, что в деятельности для женщины нет настоящей глубины, если она не понимает себя как женщину. Сейчас объясним. Это сначала слишком.